Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о цикле из пяти книг Уилбера Смита. Они посвящены Древнему Египту и состоят из следующих книг. Божество реки, Седьмой свиток, Чародей, Миссия и Божество пустыни. Честно вам скажу, Божество пустыни я так и не поднялась у меня на него рука прочитать. Я просто не стала этого делать. И вообще, вы знаете, я бы рекомендовала поклонникам этого автора это видео не смотреть, потому что особо похвальных фраз я о нём произносить не стану. Большинство книг меня скорее разочаровало. Чем порадовало? Те книги, которые не так плохи, ну, ими неплохо украсить свой досуг на один разочек. Они очень лёгонькие, поверхностные, не тяжелены какими-то вещами. На один раз вам хватит. Из понравившихся книг могу ответить лишь две. Это Божество реки и непосредственно её продолжение Чародей. Седьмой свиток тоже вполне себе неплох. Однако, всё-таки, саму обо себе советовать я бы не стала его читать. Это, знаете, ученческий роман, что-то в духе Индиана Джонса, очень предсказуемый. И там не было ни одной такой истории, то, которую я не смогла бы не предвосхитить, или я бы не догадалась, что вот так вот случится в будущем. Поэтому читать мне было откровенно скучно. А у автора не такой же завлекательный слог, чтобы читать просто ради того, чтобы читать. Тем не менее, книга не так уж плоха, хотя действие там происходит не в Древнем Египте. И если вы последовательному совету будете читать только три книги, включая седьмой свиток, который всё-таки... То я бы рекомендовала оставить её напоследок, потому что действие происходит уже в современности, более-менее. Итак, Божестве реки лечь идёт о той эпохе Древнего Египта, когда власть захватили гексосы, я вот сейчас, конечно, глупость скажу, и любой разбирающийся в египтологии меня просто распнёт на кресте, но гексосы — это что-то вроде татаро-монгольского аига в Наруси, только в египетском стиле. В «Чародеи», который мне тоже понравился, речь идёт уже о более поздних временах. Я уже подзабыла сюжет, это где-то челюсть поколения после происходящего в Божестве реки. Что касается, вот почему я так и не смогла заставить себя прочитать Божество пустыни, меня абсолютно убила книга «Миссия». Из пяти книг, хотя пятую я не прочитала и не вправе высказывать своё мнение на данный счёт, но мне кажется, это самая плохая книга. Вот вы знаете, я тоже подписываю на досуге, так сказать, в стол. Вот вы знаете, мне кажется, я пишу лучше, чем автор. В данном конкретном случае, именно в этой книге, особенно ему, как и мне, не даётся диалоги совершенно. И он малость озабоченный. Я очень прошу прощения у любителей Смита за такое мнение. Но реально, у него голова только одним из забита. Вот правда. Собственно, вот так вот я обхаяла немножечко. Лучше меня простите. Но не могу же я сказать хорошие книги только для того, чтобы всем угодить. Вот честное моё мнение. Не особо авторитетное, к счастью. Зато моё собственное. А ничего-нибудь ещё. Я очень извиняюсь ещё раз, если я кого-то обидела или расстроила своим отзывом. Ну вот так уж вышло. К этому автору я уже наверняка не вернусь. Сто процентов. Из того, что я прочитала даже о том, о чём я сказала, хорошие слова более-менее. Тоже перечитывать не буду, потому что, как я уже сказала выше, просто на один раз прочитать. Вот на этой не совсем радостной ноте я с вами прощаюсь до следующей книги.